Лучший инженер страны работает в Рязанском вузе. Старший преподаватель Агротехнологического университета стал победителем всероссийского конкурса. Он усовершенствовал метод удобрения земли. Лабораторные исследования доказали, способ эффективный, и его можно применять на полях области. Вячеслав Астафьев расскажет подробнее. Открытие молодого ученого агрария Ильи Богданчикова просто, как и все гениальное. Он доказал, что урожайность зерновых культур в хозяйствах значительно повысится, если разбрасываемую на полях измельченную солому, обработать жидким удобрением. Ведь в сухом виде соломенный порошок не успевает перегнивать до севоозимых. Рост растений замедляется и, как следствие, падает урожайность. Если мы внесли рабочий раствор гуменового препарата, то вот эти бактерии, участвующие в разложении соломы на органические соединения, они более быстрее и качественнее все это разлагают. И у нас уже в почве остается не солома, а уже она насыщается этим органическими веществами. И восстанавливается после собранного урожая. На выходе у нас сохраняется почвенное полдородие, ну и, как следствие, уже высокий урожай. Научные идеи в практику ученые уже внедрили. Правда, пока лишь на опытных делянках учхоза Стенькина. Специальной сельхозтехнике для этого не потребовалось. Старенькие МТЗ с мульчировщиком-измельчителем снабдили канистрой, в которую залили жидкое удобрение. В почву измельченная солома попадала уже после обработки гуменовым раствором. И урожай на опытном участке получили на 20% выше обычного. Мы приехали с другого региона, чтобы пообщаться с Ильей и применить его технологии у себя в регионе, которая, данная технология позволит снизить экономические затраты по топливу, снизить трудозатраты, исключить проблемы, связанные с поломкой сельскохозяйственной техники. И, конечно же, мы рассчитываем получить значительный экономический эффект. Полезность изобретения ученого из Рязани подтверждает успешно защищенная им кандидатская диссертация. Свои разработки Илья Богданчиков представил и на конкурсе «Инженер года России», где в своей номинации победил. Но главное, аграрии заинтересовались новым методом повышения урожайности зерновых культур и планируют внедрить его в производство уже в текущем году. Вячеслав Астафьев, Александр Бредихин, Вести, Рязань.